привет всем привет наступил новый день у нас он наступил давно мы сегодня проснулись в 6 30 утра точнее проснул сон и разбудил меня сегодня у нас такой план мы поедем к сестре ее сыну сегодня исполнилось 40 дней я его конечно уже видела но здесь принято 40 дней отмечать во-первых проводят обряд крещения ребенку и во вторых можно наконец-то с чистой совестью пригласить гостей чтобы они увидели малыша вот мы поедем смотреть на малыша опять поедем смотреть на братьев а кем он ему приходится если это моя двоюродная сестра и это ее сын то ему он троюродный брат получается или погода немножечко пасмурная но у нас как-то очень жарко опять около двадцати градусов не очень понятно что одевать вроде тепло но при этом ветер какой-то прохладный да не как тебе такой ракурс как вам его снявки о это что привет это кто это ты что ли а что тебе не нравится кто такой красавчик что-то у него сегодня с настроением посмотрим как у нас день пройдет это кто такой взрослый ты сам пьешь что бы немножко жуешь конечно да не и и надо не жевать это так не работает маленькими ручками держишь бутылочку толстенькими ручками ты только не падай хорошо да однозначно что-то с зубами он прям жует это все вкусно вкусно так все мы дома практически целый день там пробыли очень было весело на самом деле нет просто обычно провели время малыш в основном спал да они в основном не спал его все таскали на руках что ему очень сильно нравится он прям наслаждается давались сладкий взяла малыша его зовут марк взяла марта на руки господи он такой легкий прям маленький-маленький по стране здание он прям пушинка в общем как-то так ничего особенного не было сегодня сейчас дождемся дава уже буду укладывать да не спать я не знаю сегодня какой-то день практически пустой сестра своим профессиональным взглядом посмотрела ему на десны и сказала экспертное мнение что возможно уже на этой неделе у него что-то уже появится потому что десны у него твердые и какие-то они беловатые я думаю вообще они такие должны быть если честно твердые они тоже давно достаточно не знаю вообще говорят что этот процесс может достаточно долго занять там созревают эти поликулы или как-то так они называются не знаю я надеюсь потому что он все чаще становится капризным не то чтобы капризным что-то его беспокоит очевидно но непонятно что и не очень понятно как ему помочь конечно хочется уже чтобы маленький не мучился и даже я ему начала давать воду из бутылочки и он эту соску на бутылке у него прям жует это очень пить он начинает ее жевать усиленно достаточно по поводу капризных детей я тут смотрела видео одной блогерши она тоже у него мамский такой блоги снимает в общем не суть смысл то что на этом видео она была в каком-то магазине по типу икеи ходила долго и там на фоне в какой-то момент начал кричать ребенок прям сильно истошно кричать но вот эта девушка она просто там что-то усмехнулась на эту тему ничего особенно прошла мимо не обратила внимание и я начала читать комментарии к этому видео я вообще люблю читать комментарии и там многие не то что прям очень много но было достаточно много таких комментариев по поводу оры этого ребенка но этим комментариями вообще так сильно удивил я не знаю взрослый этот человек писал девушка это было или мужчина там панику было непонятно предположим что эта девушка была она говорит что я не понимаю зачем вообще брать ребенка с собой в магазин знаю что у него случится истерика как же бесят такие дети еще больше бесит что-то там родители и вообще таких родителей хочется то ли ударить то ли убить я не помню что она там сказала и немножко в шоке конечно такого мнения и там многие тоже разделяли что ну там конечно не так резко уже остальные говорили но там смысл в том что зачем тащить с собой детей если они истерят и всякое такое возникает вопрос а как можно предугадать что у ребенка случится истерика это во первых а во вторых ну заплакал ребенок что здесь такого то есть это же одно дело когда это раздражает там каком самолете где ты просто тебе некуда деться и ребенок постоянно орет и это раздражает это даже в самолете это может раздражать но все равно как-то к этому с пониманием относится потому что детям надо относиться с пониманием мне кажется я это говорю не потому что у него самой теперь ребенок и я такая толерантная вдруг стала я всегда это понимала это может раздражать то есть на уровне каком-то психологическом это сложно сидеть рядом с орущим ребенком я все понимаю но в В такие моменты просто надо призывать, мне кажется, к здравому смыслу и понимать, что ребенок ничего не может поделать. На то он и маленький, как бы, да. Особенно в магазине, где ты можешь просто взять и выйти, и не слушать этого ребенка. И вообще так странно вот эта агрессия людей по отношению к детям в этом плане. На то мы и взрослые люди, чтобы к детям относиться с пониманием, к детям, к неразумным другим каким-то существам, к животным. Я не знаю. Мне вот очень странно такое отношение, такая агрессия. Например, у нас в Армении к детям очень такое лояльное отношение. К детям все относятся хорошо. Орет ребенок, не орет ребенок, носится, он не носится. Большинство людей никогда практически ничего не скажут. Никто даже не будет смотреть, там как-то косо, криво, фыркать и всякое такое. У нас здесь немножко к детям такое отношение, что можно на улице подойти, там, если увидишь какого-то очень красивого маленького ребенка, можно подойти его, там, поцеловать или как-то потискать. И никто не будет против чаще всего. Это как-то вот в этой нашей культуре вот это есть. И поэтому здесь в этом плане, в плане вот детей как-то, вот я совершенно спокойно, даже находясь в каком-нибудь там общественном месте, если я слышу, что Дай начинает нервничать, у меня нету какого-то волнения, что вот сейчас кто-то начнет там фыркать, делать замечания. И просто я не буду, я не могу не обращать внимания на такое вокруг себя. Если я вижу, что кто-то недоволен, мне тоже как-то становится тревожно. Я не люблю доставлять неудобства людям, но я, конечно, и так стараюсь этого не делать, конечно. Но в этом плане здесь очень все спокойно, что можно спокойно сидеть. Если даже ребенок заплакал, тебе не надо там срочно выбегать откуда-то или там как-то ребенка резко успокаивать. Можно как-то, ну, быть спокойным по поводу того, что никто не будет недоволен, скажем так. Я вот скоро собираюсь как раз в Россию, в Петербург, и вот мне интересно, если Даня там будет, например, в самолете плакать или что-то, какая реакция будет. Я, конечно, не очень люблю, когда мне делают замечания такие, и, не знаю, я надеюсь, что все пройдет нормально. Я чуть-чуть об этом, конечно, так задумалась. Вот, посмотрим. Ой, какие вкусные пальчики. Ой, мама, таких вкусных не ела никогда. Да. Вкуснота, как вкусно. Вкусно? А можно мне тоже попробовать или нет? Я поняла. Я все поняла. Хорошо. Окей. И вот так вот целый день. И вот так вот целый день. По кругу. Так, все, Даня спит. Он в последние пару дней меня так легко засыпает. Ту-ту-ту. Не сглазить бы очень. То ли время уже стандартное какое-то у нас, то ли он нормально утомляется. Не знаю, он очень хорошо засыпает. Ночью спится тоже достаточно неплохо. Вторую половину, по крайней мере, первую половину так себе. Сегодняшний блог получился какой-то ни о чем. Пустоватый, но я все равно его выложу, потому что у меня идея фикс. Это мой видеодневник. Буду выкладывать все, что снимаю. Потом, в любом случае, приятно пересматривать даже вот такие пустые какие-то видео. На этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Всем пока, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok